Организаторы гоночной серии RoboRace показали, как будут выглядеть электрические болиды для гонок беспилотных автомобилей. Первый сезон чемпионата стартует уже этой весной. Календарь соревнований включает трассы в Испании, Италии, Великобритании, Венгрии и США. Гоночные автомобили получили название DevBot 2.0. Новое соревнование будет проходить в рамках одного уикенда с некоторыми этапами электрической формулы И. В техническом плане все участники получат одинаковые болиды, однако команды смогут по своему усмотрению менять алгоритм поведения автомобиля на трассе. Предполагается, что DevBot 2.0 будут оснащены четырьмя электромоторами с суммарной мощностью около 1300 л.с. Сотню они смогут набирать примерно за 3 секунды. Согласно правилам серии RoboRace, автомобили не будут полностью беспилотными. Первую половину заезда будет ехать реальный гонщик, вторую — автопилот. Сезон этого года для чемпионата станет пробным. Полноценный запуск серии состоится в 2021 году. Автопарк полиции Дубая пополнился купе Lycan Hyper Sport, который называют первым арабским суперкаром. Это один из семи подобных автомобилей, цена каждого из которых достигает почти 3,5 миллионов долларов. Lycan Hyper Sport был разработан ливанской компанией W Motors из Арабских Эмиратов, совместно с итальянскими дизайнерами из студио Торино. Создатели уверяют, что это первый гиперкар, разработанный на Ближнем Востоке. Автомобиль оснащен оппозитной битурбо-шестеркой 3.7, который выдает 750 лошадиных сил и 960 ньютон-метров крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями и способен ускорять автомобиль до первой сотни за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 395 километров в час. Субтитры создавал DimaTorzok